Вот смотрите, знаете, что она сейчас объяснила? Она объяснила целую тему беседы, которая называется «Слои жизни». Эта тема называется «Слои жизни». Есть три слоя жизни. Есть невежественный слой жизни, когда эгоизма очень много в отношениях, эгоизма очень много, а Бога очень мало, и совести очень мало. Каждый человек живет сам за себя, каждый делает, что хочет. Люди оскорбляют друг друга, ненавидят. Злятся. Нет любви, нет служения. Есть просто правило. Каждый сам за себя. Эгоизм в семье рождает вот такое безумство. Когда человек становится безумным, то есть он бьет, издевается, совершает злые поступки, всякие половые извращения, это все признак невежественного слоя жизни. Он бывает только по одной причине. Солнышко не хватает в жизни. Не хватает того, что тени уменьшает. Не хватает той силы, которая убирает эгоизм и делает отношения чище. В ваших отношениях нет совести. Нет совести. Означает, нет Бога. Есть только одна причина, почему вы страдаете. Вам надо свою жизнь из невежественной переводить сначала в страстную. Означает договариваться, учиться. А чтобы договариваться, для этого нужно иметь совесть хотя бы чуть-чуть. А потом в благостную же жизнь переводить, чтобы у него совесть начала грызть его, и он чтоб раскаялся в конце концов. Но сейчас не надо ничего с ним делать и с собой. Понимаете, обычно люди думают, вот в невежественном слое находятся, дерутся. Что делать с ним? Что вы с ним сделаете? Он желанно не подчиняется. Он сам по себе живет. Только делает вид, что с вами живет. Так это невежественная слоя. Я не ему так просто помогаю, потому что мы полностью стирали. Это невежественная жизнь означает. Но она, это ваша жизнь, это не его жизнь, ваша. Вам нужно с Богом жить начать, молитву, правильную жизнь духовную начать. Вы увидите, что он начнет меняться. Потому что он орицетворяет вашу прошлую судьбу. Вам стало в сердце легче с ним жить, правда? Да. Как он вернулся, я опять сбилась. Теперь хочу обратно. Вот смотрите, вы если с ним рядом находясь, начнете молиться, значит, что произойдет? Вы почувствуете, что вам стало легче воспринимать его вот эти все безумия. Это ваш объем работы. Это не ситуация. Видите, вы ее внутрь, назад загоняете. Вы говорите, Олег Геннадьевич, это не моя проблема. Это проблема дочки и мужа. Нет, это ваша проблема. Это ваша судьба, через них действует. Назад ее в сердце, проблемы, говорите, Олег Геннадьевич, не то, что там бутылку разбили, дочка обиделась. Просто судьба у меня сейчас тяжелая, она действует на меня. И у меня вот такая боль в сердце. Мне надо это все переварить, справиться с этим, в молитве сделать так, чтобы я успокоилась по поводу этих событий. Видите, другое восприятие реальности, другое. Если дочка виновата, папа виноват, они не прощают друг друга, там муж виноват, то тогда решить ситуацию невозможно. Никто не виноват. Просто действует моя судьба. Я думаю о Боге, молюсь, сердце становится легче. Сердце стало легче, я воспринимаю легче то, что происходит. А наступит такой момент, когда он бутылку разобьет, вы смеяться будете. Вам будет смешно, потому что это как юмор выглядит иногда, если люди правильно все воспринимают. Вы уйдете в сторону, дочку возьмете и думаете, господи, что же у нас такое? Будет смеяться. Дурдом называется это. Это же показывают в фильмах, знаете, в кинокомедиях, когда люди бьют бутылки об столы, и все смеются от этого. Но если это ваша ситуация, вам не смешно, послушайте меня внимательно. Есть только одна причина того, что вы сейчас страдаете. Я вам сейчас объясню ее. Это касается всех. Вот смотрите, есть определенные правила, которые дают возможность человеку жить легче, легче, и создавать себе дополнительные трудности. Вы должны диагностировать родственника. Если ваш родственник находится в невежестве, вы должны соблюдать максимальную дистанцию от него. Это означает не рассчитывать на него, не надеяться, не строить с ним близких отношений, желать ему счастья, выполнять перед ним свои обязанности, не разговаривать с ним по душам, а просто молиться за него и служить ему. И все. И вам сразу становится легче. Как только вы начинаете пытаться его воспитывать, что-то объяснить ему, как вы только на него рассчитывать пытаетесь, вы пытаетесь, когда что-то как бы с него иметь в жизни, сразу страдание. То есть вот у вас такая судьба. Родственник, допустим, находится в невежестве. Не то, что он всю жизнь будет в невежестве находиться. Вы начнете молиться, вы увидите, как он будет меняться. Сначала в вашем сердце появится спокойствие, вы научитесь выбирать правильную дистанцию от него, будете вместе с ним жить, счастье искать в отношениях с людьми, которые работают над собой. Вот такими людьми. Надо знакомиться, искать счастье с ними. А с родственником просто отрабатывать свою карму, выполнять, желать ему счастья, любить его. И в какой-то момент вы увидите, что он хороший человек. Вот, например, вы сейчас не говорите, а он добрый человек. У него есть доброта в сердце. Я это вижу. Да, он добрый. Видите? Она тоже сейчас увидела. Но если бы я это не сказал, вы бы все думали, ой, какой же, как с этим вообще человеком нужно жить. Он просто, он просто, вот почему он бутылку разбил? Он бутылку, знаете, разбил? Почему? Потому что у него в сердце живет отчаяние. Она правильно сказала. Он на войне был, до сих пор не отошел от этого. Это факт. То есть судьбы ломаются на войне. То есть он сломанный человек просто, он отломленный, он до сих пор не может восстановиться. Видите, много лет он живет в стрессе, и поэтому он не может, не знает, как из него выйти, поэтому он такой отломленный, в отчаянии находится. Но он добрый человек по своей природе. Вот. Он не боится, не чувствует. Потому что... Он не каждый. Он молится, да? Да. Видите, много хорошего нашли. Замечательно. Вот теперь смотрите, вы от него отодвиньтесь, потому что он живет невежеством. Чуть-чуть отодвиньтесь, не надо с ним близких отношений строить, иначе вы будете мучиться страшно. Желайте ему счастья, служите ему, заботитесь о нем, выполняйте все обязанности. Счастье ищите в тех людях, которые в благости находятся. А с тех, которые в страсти, с ним договаривайтесь и сотрудничайте. Максимальная дистанция от тех, кто в невежестве, не справились со своей судьбой. Депрессия, злоба, агрессия, выпивка, измены, жестокость, означает невежество. Дистанция и служение, и молитва. Очищаем отношения. Первая стадия. У меня в сердце хорошо стало, несмотря на то, что я с этим человеком живу. Вторая стадия. Я начинаю на него влиять. Он меня слушает, но поменять пока ничего не может в своей жизни. Третья стадия. У него начались перемены. Понятно? Да, это просто три стадии. Проживите. Но если вы его обвиняете и считаете, что он испортил вам жизнь, никакая молитва вам не поможет, потому что вы никогда не сможете начать работать над собой, потому что вы не подпустили к себе судьбу. Вы считаете, что это не ваша судьба, это их судьба. Это ваша судьба. Ваша. Возьмите в свое сердце все. Это моя проблема. То, что у меня такая судьба. У меня такие родители, потому что так устроено все в моей жизни, потому что так Бог хочет, Он мне что-то показывает. Я принимаю это все. Слово принимаю не означает, что принимаю. Всегда, чтобы что-то сделать в своей жизни, в сердце что-то получить, нужны силы. И поэтому я вас учу, как слушать голос того, кто молится, как сами молиться, чтобы эти силы в сердце брать душевные. Да вы и взяли эти силы в свое сердце. Вы сможете все сделать, то, что я вам говорю. У нее отличная семья, все классно. Не думайте, что я сейчас ее уговариваю. Некоторые думают, страшно. Я такое в зале мысли увидел, услышал. Страшно. Да лучше они пусть отдельно живут. Зачем с таким человеком жить? У нее замечательный человек. Замечательный человек. Он будет очень хорошим человеком в будущем. Если она придет через год на мою лекцию, она за год поработает, она тоже очень сильный человек. Она сейчас собралась это делать, то, что я говорю. Очень серьезно собралась делать. Через год он уже начнет раскаиваться, будет пить только иногда, когда срывается, и уже начнет прислушиваться к жене. То есть, вот такие изменения произойдут у нее за год.